В предыдущем видео мы нашли собственные векторы и собственные значения оператора Гамильтона для гармонического осциллятора. Но зная явный вид Гамильтониана, можно найти и матрицу оператора эволюции во времени. Она равна матричной экспоненте от Гамильтониана, умноженному на минус и t. Как мы говорили в 41-й часть, данное выражение фактически является явной записью решения уравнения Шрёдингера. То есть теперь мы можем посмотреть, как векторы состояния гармонического осциллятора меняются со временем. Модифицируем немного программу из предыдущего видео. Сначала задается размерность матриц, матрица, аппроксимирующая вторую производную, и вектор столбец квадратичного потенциала. Гамильтониана равен минус единицы, делённой на 2m, умножаемой на матрицу второй производной, плюс диагональная матрица потенциальной энергии. Коэффициент 2m для простоты берём равным единиц. Вычисляем собственный вектор из значения Гамильтониана функции eic. Возьмём третий собственный вектор в качестве нашей волновой функции ψ. Найдём матрицу оператора эволюции матричным экспоненцированием Гамильтониана, умноженного на минус и t. Далее идёт цикл, в котором оператор эволюции действует на волновую функцию, которая затем строится на графике. И так по кругу. Волновая функция комплекснозначная, поэтому на графике отобразим только её действительную часть. Запустим программу. Действительная часть волновой функции изменяется. Можно посмотреть, что происходит с мнимой частью. Волновая функция локализована в небольшой области пространства и изменяется со временем. Посмотрим, что же происходит с распределением вероятности, то есть квадратом абсолютного значения волновой функции. Не видим никаких изменений. Давайте немного отнаштабируем график, чтобы было чётче видеть максимумы и минимумы. Хотя действительно и мнимые части волновой функции изменяются, это не приводит ни к каким наблюдаемым эффектам. Распределение вероятности оказывается независимым от времени. Но ведь согласно принципу суперпозиции, вектор состояния не обязан быть базисным вектором. Наиболее общий вектор состояния представляет собой сумму базисных с определёнными комплексными коэффициентами. Зададим волновую функцию в виде суммы первого и второго собственных вектора. Отобразим на графике действительную часть. На всякий случай заново отнормируем волновую функцию. Опять видим какие-то волновые процессы. Отобразим квадрат абсолютного значения. Вот это уже интересно. Распределение вероятности теперь меняется со временем. Давайте добавим в суперпозицию 0,3 умножить на третий собственный вектор. Система ведёт себя практически как классический гармонический осциллятор, маятник. Только колебания совершает не частицы, а распределение вероятностей. Теперь интуитивно понятно, как из квантовой механики следует классическое. Посмотрим, что происходит с действительной частью волновой функции. Из-за того, что в суперпозиции складываются несколько волн с разными частотами, получается не стоячая, а бегущая волна. Но не забывайте, что это не волна материи. Это волна амплитуды вероятностей. Продолжение следует... Продолжение следует...